Вперёд! Лудин нашёл каких-то себе приключений на свою царственную пятую точку. На своей царственной чресла? Нет, это немножко другое место. Окей. Немножко с другой стороны. Ну, собственно, он, кстати, сейчас на всё здесь нашёл, так, по виду это приключений. Да, он там нашего рогатого какого-то поубивали из-за него. Щёлкая на любой клетке, вы автоматически задаёте путь, но вы можете устанавливать путевые точки. Щёлкните один раз, чтобы установить путевую точку. Один. Вон оно чё, можно траекторию выбирать. Теперь выберите следующую точку. Это бывает полезно, когда вам нужно обойти определённые клетки. Вон оно чё! Теперь мы умеем, главное не забыть. А я и забыла, что так можно делать. Я не хочу туда идти, там мужик с большим... Я не знаю, что это. С чем-то большим из-за... С большой лопатой. У него меч на лопату похож очень. Это точно. Может, это и не меч вовсю. Не знаю. Меч, наверное. Ну, блин, на лопату похож. Копейщики могут атаковать по диагонали, а также с расстояния двух клеток. Нажмите кнопку «Тап» или щёлкните знамя справа сверху, чтобы сравнить ваши параметры с параметрами врага. Тап. О, офигеть! Подожди, я пока не вижу, подержи. Офигеть! Да её не надо держать, её просто ткнуло и как бы ок. Смотри. Да, очень удобно, очень удобно. А вот что за 5, 3, 1, 1? Это, наверное, количество славы. А может, это уровень? Да, не, ну, крутовато что-то для Лунина, пятый сразу. Но он же принц человеческий. Ну да. Принц человеков. Ну давай уже, что там дальше-то. Так. Теперь щелкните врага, чтобы нацелиться. Да, да, да. Сила, вся фигня. Давай. Ну давай. Так, так. Затащим. Просто так, обратите внимание на параметр шанс попадания атакует этого врага. Сколько, сколько, 50 всего лишь? Да, и меня заставляют это тыкать. Угу, ну давай. Отраженные атаки не наносят ударов, с настоящего момента вы будете терпеть катастрофические неудачи. Спасибо, обучалка. Если не начнете пробивать броню врага. Атаковать как силу, так и броню одинаково важно. Вот так вот, да? Да. Ну хорошо. Все, огреб. Все. Пришли большие дядьки. Все, как бы, луден, луден наконец. Но мне кажется, сейчас не будет боя, потому что они слишком крутые. Будет бой? Будет, будет. Ну, это вот 15-16, ты видишь, да? Да, я вижу. Он же все чудо-богатырь. Атакует броню ему, я не знаю. Надо хоть что-то пробить. Тем более, что да, он по броне больше проходит. Черт, я все равно не заходил, что те не подключатся. Там подключатся, чушь, куда им деваться? Не, не тратить, не тратить золотую, зачем? Да я вам все равно ни до куда не дойдется. Ну ладно, кей. Что-то я предчувствую слив. Да, я знаю то, как я играю. Как-то круто, да, причем тут крутые ребята просто. Да, подбегай мочи со всей сил. По броне. О, по здоровью. А он здоровье больше с нас бы, чем брони. Броне он только одну бысенюш. Я бы, я и увидел, что по здоровью, он может хорошо ударить. Поэтому я сказала, что он здоровье, он может нормально ударить. Так, снова. Броне, правильно, я думаю. Ну все, сейчас его, по крайней мере, уже можно будет более-менее нормально вынести. Если, конечно, будет кому выносить. Так, 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 так. Так, а вот интересно, сколько урон целей плюс... Я вот не понимаю, как рассчитывается урон от спецспособности, скажите мне, пожалуйста. Хороший вопрос, да. Кстати, пока в чатике пишут, что это солдаты Анклава. Угу, обязательно. Копьёк, боль, один урон, броне, цели, плюс один, осколки. Че, такие осколки. Короче, ну правильно, фигачить броню надо ему. Ну а этот здоровье, наверное, будет бить. Хотя он уже побитый сам. Давай. Ох, не подведи. Так, он убегает, смотрю, он испугался. Ага, почувствовал. Он отдыхать пошел. Он там что-то вибрирует лопатой. Он в защитную стойку стал, похоже. В принципе, ты можешь сейчас к нему подбежать и хрякнуть его еще раз. Но хватит ли? Вот в чем вопрос. А ты этого решил, да? Да. Вот так вот, и мы еще один удар хорош, чтобы все. Чем-то они напоминают големов. Эти ребята. Может им отдохнуть? А почему не в этом чем-то? А да, может отдохнуть. Остановится? Может отойти и отдохнуть? Отойти. А почему бы нет? А почему бы нет? Отойдем? А, он тогда не будет отдыхать. Черт, вот как отдыхать нужно весь ход. Облом. Ну, ладно. Ну, может переманят там или что, не знаю, в любом случае. Так. Да, броню мы ломаем тогда, когда это целесообразно. Потому что если можно гораздо эффективнее ударить по здоровью, то обычно по здоровью. О, еще один пришел. О, еще один пришел. Офигеть. Жесть. Банкет продолжается. Ты убила, да? Да. Так, ну че. Не трогай моих братишек, слышь. Этот отошел такой. Сейчас такой. Я вернулся. Сейчас накатим. А у нас только три гиганта, да? Вот их изначально было. Да, да, да. Окей, окей. О, ничего себе. Сейчас мы ему ударим прям вот по самое не могу. Темечки. Десятка. Вообще, какой детский. Вот тут, по крайней мере, понятно. Вот у него четыре защиты. У нас четыре силы. У нас четырнадцать силы. В итоге, как бы, получается десятка. Но почему-то это не всегда настолько, собственно, понятно все становится. Так, двоечку или четверочку? Да ладно, че уж. Чатик пишет, что можно было использовать способности до того, как он двигался. Да, да, да. Я поняла, что способности работают до того, как он двигается. Я поняла, что я дурак. Слушай, а ты можешь встать и круговой удар дать. А нет, он тоже идет... А, толку? О, он тоже по сторонам идет, так что не поручится. Ладно, в любом случае подойти стоит. Немножечко. Не, он вещь не достает. Он только по... Ну, только тоже по четырем сторонам. Да, да, да. Тоже вот эскейп, да хочется нажать, чтобы выйти из этого меню. Да, да, да. Прям вот вообще хочется. Ну, понимаю. Я постоянно так вот делаю. Попадаюсь. О, отлично. По идее, должен хорошо нормально ударить ему, да? А, ну да, все правильно. Я не те параметры посмотрела. Есть. Слушай, и только что сверху был какой-то рок. Вот. Со звездочками, да? Да. Тоже мне интересно было, что это за рок со звездами. Я забыл, что это. Вот я точно знаю, что я знал это, но я вот сейчас забыл. По-моему, да, я знал. По-моему, мы тоже где-то объясняли в какой-то, то ли в обучалке, то ли где-то, но я вот тоже не помню, для чего он нужен. Кстати, я тоже вспомнил. То ли там убийства считаются, то ли что, я не помню. Да, но когда он накопится, что-то хорошее должно появиться. Да, да. Была промо-игра, кстати, для баннер-саги, которая называлась Banner Saga Factions. Была. Я даже играл. Там был такой же старт, такое же обучение. Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, Лудин? Да кого и так убили, чё? Что ты делаешь? Я пытался найти, пытался ударить в стык брони. Я хотел доказать, что я принц, а не чё-то там. Мне надо было, но я пошёл. Чати, кстати, пишут, что даёт бонус на очки воли, если использовать рок. А, окей. Будем знать, если не забудем. Ты что, никогда не встречал драга? Что за идиот? Сперва ломай их броню. Это драги были. Откуда они появились? Мы вообще не слышали их приближения. Они просто появились из ниоткуда. Я не знаю, так само оно само сломалось. Не виновата я, они сами пришли. Лудин принц тоже мне. Мне кажется, он ещё доставит немало хлопот. Хакан идёт к Вогнеру, лежащему лицом вниз. Будущий король Варлов лежит неподвижно, и вокруг него расползается пятно крови. Вот такой... Вот это поворот вообще. Чё, а он-то тут причём уже жив. Вогнер мёртв. Как? О, ужас. Принц должен был сдохнуть в бою. Глава 2. Удар острым клинком. Кстати, вот на самом деле, вот это принятие решений, принятие решений, да, и такая вот вариативность достаточно широкая, она в определённой степени напоминает... Ну... Откуда взялась эта штука? Шшш, будь рядом. Мне кажется, он нас заметил. Отличное лицо реально. Пушистая оленяя попка. На измене. С хвостиком этим маленьким. Да, да. Расстановка происходит перед боем. Он у них оленя стащил, они его подстрелили, а он его нашёл. Понимаешь? Так, сейчас нам будут показывать, как они его затащат, судя по всему. Так. Ну... Они оба стрелки. Да, они оба лычники, но мужик ещё и может, насколько я помню, фигачить этим топором. Ты знаешь, что нужно? Что мне нужно? Нужно поставить так, чтобы она добивала до него. Да, хотя он всё равно подойдёт, так что всё окей. Оп. Да, чатик, у нас произошли первые потери. Мы потеряли Вогнера. Причём это не я виновата. Прошу заметить. А кто знает? Может быть и ты. Может это вследствие какого-то принятого решения. Например, он был пьян, точно. Ну, просто потому что... Нет, не хочет, не хочет. Не добивает. Нет, не хочет, не мечет, не бить. А, это же прямо перед собой. Да. Вообще, ну понятно. Ой-ой. Сейчас нас будут шатать. Оранжевые квадраты, да, показывают диапазон атаки, я поняла. Она может пальнуть. Чё, что знаем? Так вот, знаешь, пункт пальнуть. Ей нужно сначала сходить, чтобы потом пальнуть. Ещё. Не добивает всё равно? Чуря? Да господи, а чё за лучница такая? Да, не очень удачненько получилось пока что. Окей. Мужик с лопатой. Отбежать и пальнуть? Единичку всё. Это он слабый или это мужик хорош? Не знаю. Вообще посмотрим. Мужик, наверное, хорош. Она не примерно одинаково хороши. Ммм, понятно. В чём дело? Так, и на роги я смотрю. 6 звёзд. Ну или 5. То есть и тут туда ребяты. А ты и нады, и нады. А ты и нады. Разбивай броню, прежде всего. Да, да. Давай, сейчас девочка гребёт. У неё есть клёвый скилл, кстати говоря. Называется нитка в иголку. Что, мне лёгает? На английском он что-то вроде прошивания делал. Она может нескольких по линии пробить. Круто, круто. Это хорошо. Я сейчас покажу, как это на одном действует. Ему не понравилось. Не трогай деваху. Ну, нас же не очень беспокоит, что ему нравится, что нет, правильно? Правильно. Он может выстрелить, да? Он может, да. Может, парень там может выстрелить. Вот. Или по броне. А вот почему по броне? А, там же у него отдельные параметры из пробивания брони. Вот в чём разница. Всё, я понял. То есть, в принципе, наверняка есть какие-то такие персонажи, которые... Ну, окей, я хорошо, я могу только предполагать, но... Было бы логично видеть каких-то персонажей, которые направлены там не на нанесение повреждения здоровья, а на нанесение повреждения брони. Ну, да, да. Ну, что это у этого единичка? Если сделать там пятёрку, то это уже там... Снимаешь просто броню с кого-нибудь. Ох, чё-то меня он беспокоит, начинает. Да нет, всё отлично. Ему девочка сняла броню, а дядька... А, всё. Забил на мясо. И то верно. Победа. Мы победили. И всё, три слова, получили. Это был драк! Хм. Олета. Угу. Так, Олета выглядит спокойно, но вы видите, что сердце у неё вот-вот выпрыгнет из груди. Напугалась. Выглядит спокойно, но неспокойно. Да. Вот такой же минный, только больше и другой. Дай мне посмотреть. Ты ранена? Нет, я... Я буду в порядке. Они собираются поиграть в докторы. Это отец и дочь. Упс. Ну я ж не знал, я прослушал, видимо. Ну об этом ещё не говорили просто. А, ну вот видишь, ну что ты спойлеришь тогда? Когда драги атаковали вашу повозку, Йокс бросился вперёд и разбросал большую часть провизии. Глянув в направлении деревьев, вы видите тёмные фигуры, движущиеся между ними. Йокс это, может быть, как раз вот эти вот рогатые, олени-рогие быки? Йоксы. Может быть. Вся эта еда, это всё, что у нас есть до начала зимы. Нам... Что... Что нам делать? Не спеши, дай мне подумать. Сухари сушить. Олета и рук. Если мы поспешим, то сможем собрать провизию, пока не появились новые драги. Жрать-то чё-то надо всё-таки, извините меня, пожалуйста. Угу. Тем более, что может быть там ещё и не драги. Я вижу их среди деревьев, ты уверен? А это она сама не знает, что идёт. Нет, мы должны попытаться. Быстро. Руки в ноги и... Шустро. Согласен. Одна нога здесь, другая там. Собрала кроликов, понесла в деревню. Точно Йокс это этот олень-бык. Да. Олета успокаивает Йокса, пока вы торопливо бросаете провизию обратно в повозку. Появляются новые драги, но вам удается ускользнуть, прежде чем они успевают подойти. Огромные фигуры медленно тают вдали. Вот так вот. Мы успели? Да, успели. И это были действительно драги. А могли быть и не успеть, наверное. Не знаю, кстати. Но мы же успели. Да, провизия это и даёт другие товары, необходимые для поддержания жизни в дороге. Когда провизия закончится, люди начнут умирать от голода. Чем больше людей в караване, тем быстрее будут уменьшаться запасы провизии. Что там ещё? А, да. В верхней части экрана вы можете увидеть, на сколько дней у вас осталось провизии. В большинстве городов можно приобрести провизию, а также другие предметы. То есть, это всё-таки счётчик не сколько единиц провизии, а на сколько дней провизии у нас. Понятно, это важно. Тут, где флажки, это слава. Здесь дней. Годность провианта. Ну, как бы не годность, а количество, скорее, провианта. Угу, угу. Вон они на тележечке скачут. Вон, видишь, с красным флажочком маленьким. С красным баннерком таким скромненьким. Но они-то, должно быть, как водятся, тоже сыграют свою роль какую-нибудь важную в сюжете. Не просто же так их нам сейчас представляют. Угу. Да, он так не спеша. Йоксы. Там, запряжены. Ммм. Не, правда, вот, вот они действительно молодцы, как бы, потому что очень-очень-очень верное решение по поводу того, что... Чтобы сделать именно такую картинку. И вот этот вот эффект параллакса, он вообще, он очень круто выглядит. Параллакс это вот разложение на... Это вот, да, на вот эти вот, на слои. Слои, ага. Да, вообще очень классно. Он ничуть не проигрывает с каком-нибудь, там уже 3D. Он даже круче выглядит во многих случаях. Его зовут Рук. Мужика с бородой зовут Рук. Айвер. 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 А, во. На площадке для тренировок стоит огромный варл, возвышающийся над людьми. Он щурится при вашем приближении. Ты уже вернулся, охотник? Я думал тебя ждать завтра. Драги повсюду! Драги? Как они прошли через Грейхорн? Должно быть, прорвались мимо форта. О! Находящиеся поблизости бойцы прекращают спарринг. Они собираются вокруг вас. Черт возьми! Они скоро будут здесь, если еще не пришли. А там действительно чатик правильно пишет, что там видно же было на переднем плане, что вот именно эти ребята с лопатами следят из леса. Да-да-да, там видно было. Вы слышите крики. Люди бегут от окраины города к тронному залу. Айвер поворачивается к одному из старших юнцов в своей группе воинов. Старший юнец. Старший, хорошо, да. Такой вообще, старший юнец. Эггю, отведи Алетту в тронный зал и расскажи вождю о том, что происходит. У него еще рога такие пузатенькие. Да, такие, знаешь, миссистые рога. Ну? Остальные соберите столько людей, сколько сможете. Черт, я тоже надо озвучить. Иди, Амалетта. Нет, подождите, я хочу помочь. Что ты можешь вообще помочь? Ну, она из лука стрелать умеет. Ну, вообще, да. А, вот сейчас вот. Ну, она его дочь, поэтому... Ну, да. Иди сеге, или Амалетта. А вот, прикинь, пойдет с эгелем, короче, и это боком выйдет. Вот это будет поворот. Да. Алетта выглядит так, словно хочет... Баба слову кобыли легче. Словно хочет возразить, но вместо этого хмурится и убегает в безопасное место. Смирилась. Да. Алетта. Боги, рук, не рассказывай им, что я знаю, что делать. А, не рассказывай им, что я знаю, что делать. Вот. Кошмар. Какие речевые обороты. Да, любят они вот, рогатенькие, завернуть фразочку. Я знаю, что это было малоубедительно, но они купились. Каков план действий? Просто сдерживать драгов, пока они окажутся в безопасности. А потом решим, что делать. Будем решать проблему по мере их возникновения, в общем. Новые крики привлекают ваше внимание. Они доносятся из домов на вершине ближайшего холма. Уже совсем близко. Что, моя реплика? А, нет. Загрузка. А тут из этого лага непонятно, к чему приводит хаттская пауза. Вон, там вот домики. Вон там вот есть. Домики. Хаусис. А вот тут на первом плане вот эти вот рогатые, нехорошие дядьки. Ну, вообще, какой-то склювом чувак. Катрога унивают. А, ниже по бокам. Да, да, да. Точно, точно, точно. Так, пойдем в хаусис. Хаусис. Пишет, не пойму, тут лут есть. Как и ожидалось, количество драгов растет. Страх гайрозит перерасти в панику. Сколько нам еще их сдерживать, спрашиваете вы. Айвер с недоумением качает головой. Это плохой знак. Да уж, явно. Да уж, явно нехороший. Порядок ходов. Герои двигаются в выбранном вами порядке, слева направо. Порядок ходов очень важен при выработке стратегии. К примеру, ставьте лучников после воинов ближнего боя, чтобы они могли... Чтобы они были в безопасности у тебя за спиной. Чтобы менять порядок ходов, перетаскивайте значки героев. Хорошо. Я хочу, чтобы врага ты ходил сначала. Он же толстый. Угу. Логично, он танчит. Готов. Сейчас будет битва, да? Битва? Снова? Ну, наверное. Ну, а была девка-то остатя, она к нам подмогла. Причем она, возможно, даже и не одна бы здесь была, а с тем, кто ее увел. Да уж. Больше всего, мне кажется, смущает, на самом деле, тот громадный мордастый со щитом. Еще и со щитом, даже лучше сказать. Ну, ладно. Что, гад? Или подожди, я вот этого перетащу вот к этому сюда. Угу. И вот этого вот за него поставлю. Вот, вот. Так вот. Наверное. Ну, да, нормально, я думаю. Вот. Чтобы первым делом вот так вот сходить. И вот так. А, таран, это он пробегает сквозь него? Это нам не надо. Угу. Это вот так. Что тут? Два-четыре. Два-четыре, два-четыре. Бей. Можно на четыре его сразу фигану. Да, мне тоже кажется. Наверное, на пятерочку даже вот. Больно будет. Я прям чувствую, как нам будет больно. А, вот подсвечиваются. Смотри, я когда вот так вот делаю, там мигают, пульсируют эти клетки у тех, в кого я могу попасть. А-а-а, с того или иного положения, точно. Да-а-а, вон оно че, гляди. Офигенно все, а это надо запомнить. Пишут, короче, E2, E4, надо ходить. Угу. Найди только буквы и цифры, и сразу понятно. Лошадь, лошадь уходи. Лошадь уходи, ну. Так, ну, по идее, по крайней мере одного ты уже добьешь, ты, да, сейчас? Да-да-да. Оп. Отлично. Нет! Зачем ты размахиваешься-то? Нет! Не трогай меня, дятенька. Здесь этот принц человеческий не участвует сейчас. Поэтому не должно быть его реплика. А, ты решил отступить. Так стреляй, поли. Ах, красота. Не, ну, правда, на самом деле, все очень-очень отлично отрисовано. Больно будет! Что ты пугаешь-то всех. Главное, меня. Особенно меня, потому что у меня с лагом все это идет. Я еще не знаю, что там произойдет, и ты уже визжишь. Я прям чувствую, как ему больно. Я ощущаю его боль. Физически? Да. Есть. Повышение получил. Шикардос. Слушай, а может быть этим встать в щитовую оборону? Ну, пусть держит, пока тот расстреливает. Если он может, конечно, в щитовую оборону встать. Нет, он может только отдыхать и таранить. И атаковать, и ходить. Ну да, таранить ему, конечно, не надо. Да-то бей по броне, наверное, я не знаю. Так вот, я тоже думаю, броню ему сносить. Ну, наверное, надо броню сносить. Ну, тем более, чтобы они очевидно эффективнее были. Фига себе он фиганул. Ого. Некислый еще и брониток подснял тоже. Очень, очень подснял. Ну да, сильно близко-то лучше не подходить. Хвалят мастерскую озвучку. По броне, бей по броню. Свит, это же, вот это уже от меня. Свитков никаких нет? Нет, свитков нету, к сожалению. Вот, вот, блин, был бы он хоть один, а так их еще и двое, ко всему прочему. Подходи тут. Нет, я отдохну. А, отдохнуть? Хочу отдохнуть, поднакопить силу. А, ну то что у него ноль из четырех. Силу воли только подкопишь. Просто ты силу не подкопишь. Ну, силу воли хотя бы, хотя бы что-то. Блин. А ведь, вот ему по факту, по-моему, там, что-то чуть ли не один ударчик. Так-то. Не-е-е, дорогой! Ну, ты-у-у-у-у-у. Сейчас что-то, что-то, что-то нехорошее произойдет. Пишут, у нас три заря дорога. А, так его не полностью заряженный, уже можно использовать. Да? Похоже, что да. Реально? Вот вы мне скажите, как вот у этих вот красивых скиллов рассчитывается дамаг? А то я так и не поняла. Подожди, а что там написано? Зуб за зуб какой-то там. Зуб без зуб. Отбрасывает среднего воина на расстоянии до четырех клеток. Наносится одна единица урона брони и одна за каждого воина, через которого пролетает отброшенный. Ну, тут вроде бы как раз все понятно. Ну, то есть ему как бы много-то особо не нанесется, есть ли смысл, спрашивается. Если бы их тут была толпа, то было бы смысла, а так проще просто ударить, наверное. Подожди, рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок. Ой-ёй, я труп. Блин. Ой, как неприятно-то, а. Слушай, ну если тот сейчас подойдет и ударит, то точно труп. А где переиграть? Где restart? Ну, по крайней мере, интересно будет посмотреть, что происходит. Подожди, подожди. Что ты думаешь? Подожди, я хочу. Да ладно, я хочу. Дерись как мужик. Да, я, 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 я согласен, да. Интересно, что я могу сделать. У тебя же есть про, там, пробивающая стрела. Стреляй ею. Это она у девочки была, понимаешь? А, чё, у него нет. У этого что-то, да? У этого есть... Пометь, пометить жертву может он. И то не может. И то не может, да? Откончились, кончились у него меточки. Больше не может он метить жертву. Да, ну я вот хотя бы вот сюда вот так вот встану. Чтобы... Чтобы, если что, немножко преградить путь. Да, чтобы ему немножко в обход было идти. Не, ну как-то, да, конечно. Зараза. Всё, убил? Да? Да. Блин. Ну сейчас что-то я боюсь, и этого добью тоже. Отходить? Ну как, ну можно, конечно, отходить, но... Но, блин, он всё равно далеко не убежит, конечно, к сожалению. Так, а ты сможешь оттуда попадать, да? Смогу, да. Просто надо смотреть, чтобы ещё попадать. Я ожидаю подкрепление. Кто-то пишет от этих. Да сейчас же. Это к этим крогатым может подкрепление прийти. Ко мне это не будет никого. Блин, короче, пишут, что пророк. Типа, что его как-то можно было использовать, и тогда бы ты добила этого щитастого. Попробуй сейчас рог использовать. Щитастого я и так сейчас добью. А вот могла на прошлый ход. Попробуй всё равно рог как-то использовать. Я просто не вижу, ты пытаешься это сделать или нет. Так как это интересно? У-ду-у-у-у. И чё? Чё-чё-то... А, ну вот, да, звёздочка. Это добавилось. Да, воля, ему волю накинуло. Ну сейчас тоже, конечно, добивать только. Но... любом случае все конец ну хотя бы хотя бы убили этого урода это уже приятно но сейчас мы сейчас мы узнаем как будет конец пораже пораже да пораже но слава равно получили так вот интересно как чисто сюжет да тут можно сложно прямо вот в игре можно менять не переигрывая снова ну и естественно пишет надо было бабу брать ну как бы спасибо спасибо мы уже поняли мы как только увидели расстановку уже поняли что надо было брать кстати у нас стрим уже идет почти два часа на этой ноте мы закончим на этой минорной ноте смерть смертоносный что или мы нет 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 ничего или мы ребят никакого или мы не будет мы же мы точно заканчиваем но можешь прочитать вы чувствуете как подступает тьма затем ощущаете что вас поднимают и вы спрашиваете себя не конец ли это когда вы приходите знаешь как пьер потому-то тут лежал когда вы приходите в сознание то понимаете что айвер оттащил вас в тронный зал отдохни немного говорит он я пойду я пойду убедиться что там больше никого не осталось то есть конец конец это еще не конец конец то еще не как во всяком случае спасибо за интерактивные диалоги людям очень понравилась твоя озвучка я вот к сожалению звуков не слышал но 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 картинка достаточно шикарно чтобы это компенсировать атмосферная музыка такая очень зимняя зимняя нордическая с холодком бодрящим это как блин песенка теплая песенка бодрящая как ветерок или что там такое ну ладно все действительно закругляться со стримов всем всем спасибо всем до свидания что смотрели как я позорилась да ладно что для этого все пришли спасибо вам большое все все свободны всем до свидания всем пока до свидания до свидания до свидания Субтитры подогнал «Симон»